Дорогие друзья, доброго времени суток! Я приветствую вас на канале Око Таро. Зовут меня Ольга и сегодня хочу представить вашему вниманию Таро прогноз на неделю с 8 по 14 июля для знака Зодиака Стрельцы. Уважаемые Стрельцы, напоминаю, что гадание имеет общий характер, поэтому, конечно же, проиграться может не для всех. Если вы видите, что гадание вам не подходит, просто перейдите на сайт других тарологов и, возможно, там вы для себя найдете ответы. Я приглашаю к своему столу и мужчин, и женщин, и тех, кто в паре, и тех, кто одинок. Надеюсь, что интересно будет вам всем. И сейчас, уважаемые Стрельцы, по традиции вы можете загадать картам вопрос всего лишь один. Пока я перетасовываю колоду, вы думаете о своем вопросе. Временной срок вы устанавливаете сами. Что для вас важно? На три месяца, на полгода, на год. Может быть, какие-то масштабные события в вашей жизни с дальнеидущими планами. Вполне возможно, что у кого-то есть такие вопросы. На моем столе, вы видите, есть еще дополнительные колоды. Возможно, они нам понадобятся. Ну, конечно, у вас тут какие-то очень хорошие деловые предложения идут на этой неделе. Денежки к вам, конечно же, идут, работа будет, какая-то скорость, какие-то поездки вас очень многих ожидают. Здесь много по работе коммуникаций, очень много. Ну, давайте смотреть поподробнее. Я надеюсь, что вы свой вопрос картам уже задали. И мы с вами приступаем. Та карта, которая останется на дне колоды после выкладки всех карт и будет являться ответом на ваш вопрос. Да или нет? Итак, первая карта покажет ваше настроение, эмоции, мысли на начало этой недели. Дальше мы рассмотрим общий фон событий всей недели. Также мы посмотрим, что происходит в ваших парах для тех, кто в паре, для тех, кто в браке или для тех, кто давно вместе. Что вы чувствуете к своему партнеру или партнерше? Что он или она чувствует в отношении вас? Также мы посмотрим, что происходит в вашей рабочей сфере, что происходит во взаимодействии с другими людьми, насколько это общение позитивное или негативное. Также мы посмотрим карту для наших одиноких стрельцов, для тех, кто только в поиске своей второй половиночки. Возможно, вы только пока с кем-то встречаетесь. И карта на конец недели, которая покажет, что с вами будет происходить. И карта совета по традиции, что нужно делать или на что нужно обратить внимание, чтобы избежать каких-то ошибок. Итак, карта, которая осталась на дне колоды, является ответом на ваш вопрос. К ней мы дойдем попозже. Начинаем, друзья. Первая карта показывает ваши эмоции в начале недели. Конечно же, по четверочке чаш. Есть некая меланхолия, есть некая грусть, есть какой-то самоанализ. К вам поступают какие-то предложения из внешнего мира. Возможно, кому-то по работе идут какие-то предложения. Возможно, кому-то, может быть, партнеры что-то предлагают. Ну, в любовной сфере я имею в виду. Здесь может быть все, что угодно, но вот вы как будто бы в каких-то размышлениях, какая-то тоска. Есть некая стабильность. Стабильность. Конечно, по четверочке стабильность в нашей жизни есть. Не такая, что прям очень основательная, да, но тем не менее, с голоду мы не умираем. Но здесь вот немножечко как недовольство чем-то или кем-то, копаемся в себе, немножечко грустим. Оцениваем те предложения и тех партнеров, которые идут к нам. Дальше. Смотрим общий фон событий всей недели. И здесь выпала карта «Восьмерка чаш». Конечно, эта карта говорит, если брать ее как фон недели, то будет желание сменить обстановку. Возможно, желание сменить обстановку вообще. Может быть, вы устали по работе. Возможно, у вас слишком большая загруженность или что-то еще. Но есть какое-то общение с кем-то, которое вас напрягает, да, и вот вы как будто бы хотите сменить это общение на другое. Многие из вас по этой карте хотят учиться чему-то новому. Ну, карта может показывать и учеников, которые пока в раздумьях, если смотрят меня люди, которые собрались поступать. Многие по этой карте, может быть, пока еще до конца не определились с выбором того взведения, в которое вы будете поступать. Но в любом случае, эта карта говорит о том, что вот есть люди, которые вас огорчают тем, что вас попросту не слышат, да. Вот вы с ними можете о чем-то общаться, они думают о чем-то своем, вы о чем-то о своем и нет взаимопонимания. Вот такая карта немножечко грустная, печальная. Многие по этой карте хотят, может быть, свою жизнь вообще поменять на 180 градусов. Такое тоже вполне возможно и начать что-то новое, да, какие-то новые проекты, какие-то новые планы. Здесь может быть все, что угодно. Давайте посмотрим, что происходит в ваших парах, для тех, кто в паре. Если говорить о наших мужчинах, стрельцах, то вот эта карта показывает ваши чувства в отношении вашей партнерши. Конечно, если спрашивать карты, есть ли любовь, любовь в паре есть. И любовь идет с обоих сторон, взаимная, да, то есть и вы любите свою партнершу, вот вы стоите с чашей в руках, да. И если говорить о вашей партнерши, тоже восьмерочка жезлов говорит о стрелах любви. Здесь у кого даже раньше были, ну, какие-то застои в чувствах, да, на этой неделе в любом случае вас ждет обновление чувств, прилив эмоций, какое-то радостное общение. Многие из вас по этим картам планируют совместные поездки, потому что восьмерочка жезлов предполагает собой скорость. Очень что-то быстро будет развиваться и куда-то вот вы можете направляться. Это могут быть и перелеты, и по воде вы куда-то направляетесь, пароходы, да, допустим, самолеты, автобусы, все что угодно, любой вид транспорта, но возможно движение с вашим партнером. Если говорить о том, развиваются ли ваши чувства, ваши чувства в паре на этой неделе развиваются. Здесь есть взаимопонимание и готовность подать друг другу руку помощи. Вот вы буквально друг друга слышите с полуслова. Ваш партнер еще не договорил, а вы уже знаете, о чем он или она хочет сказать. Если говорить о наших милых дамах-стрельцах, то эта карта показывает вас, и она говорит о том, что вы на своем сердечке держите вот такого вот человека, да. Ну, может быть, вы в паре, у вас все нормально и нет никаких измен, но может быть, вам немножко не хватает чувственности, любви от вашего партнера, какой-то нежности. Может быть, он немножечко грубоват или не считает нужным, да, на какие-то время, на какие-то прелюди. А вам хочется больше нежности, вам хочется больше эмоций, да. Но все равно, если говорить о том, есть ли в паре любовь, любовь в паре есть. Конечно, если смотрят меня женщины, то эта карта еще может говорить, что вы немножечко вот как поменялись с ролями, и в какие-то моменты вам приходится решать какие-то важные вопросы в вашей семье самой. То есть вы, ну, берете на себя мужские обязанности, но тем не менее в паре взаимопонимание есть. Давайте посмотрим, что происходит у наших одиноких стрельцов. У наших одиноких стрельцов дела обстоят похуже. Эта карта говорит о том, что в прошлом в вашем партнерстве было предательство, были измены. Измены были однозначно. Может быть, вы уже простили того человека, может быть, вы уже забыли, да, но в сердце вот эта боль все равно осталась. И это место, ну, ничем не закроешь, да, ничем не заполнишь вот ту пустоту, которая есть в душе, которую оставил вот этот человек, который был в вашей жизни. Если говорить об отношениях, которые у вас могут быть с кем-то сейчас, эта карта тоже может говорить о том, что в паре есть неверность. Вот, поэтому подумайте о том, ваш ли это человек. Если говорить о каких-то новых знакомствах, то я, пожалуй, бы на этой неделе не спешила. Почему? Потому что вы можете встретить вот такого человека, который любит всех женщин, да, мы любим всех женщин, все женщины, красотки, понятно. Вот такая вот карта здесь неоднозначная. Давайте посмотрим, что же происходит в вашей деловой сфере, в рабочей сфере. Здесь для вас выпала карта Семерочка Пентакли. Конечно, эта карта показывает то, что какие-то денежки к вам идут. Все-таки деньги имеются, деньги поступают. Ну, я не вижу, чтобы здесь были какие-то задержки с деньгами. Вы получаете их вовремя, да, то есть если с кем-то было назначено там время расчета, то есть вы этот расчет получаете. Но все равно вот работа вас немножечко не устраивает. Хотя карта показывает, что с голоду мы не умираем, что кушать у нас есть, что и деткам мы чем-то можем помочь. И также эта карта может предполагать, что у кого-то семейный бизнес или то, что, ну, может быть, на каникулах кому-то ваши детки помогают в вашей работе. Да, то есть такое тоже вполне возможно. Немножечко, да, мы имеем денежки, но вот чем-то немножечко расстраиваемся. Хотелось бы, конечно, лучше, хотелось бы что-то поправить. И многие по этой карте обдумывают еще какие-то дополнительные проекты. Если говорить о каких-то новых начинаниях на этой неделе, я бы не спешила. Почему? Потому что фоновая карта, восьмерочка, чаш, это говорит о том, что с кем-то вам все-таки тяжело будет договориться. И рядом идет карта, которая показывает взаимодействие с другими людьми в социуме. Здесь идет пятерочка жезлов. То есть тоже какое-то противостояние, конкуренция во внешнем мире, да. Это пока конкуренция, которая на время притихла, да. Вот вроде бы враги не дают о себе знать, но вы все время на чеку, вы не дремлете. Вы все время ждете какой-то опасности, вы все равно, все время напряжены по этой карте. Грусть немножечко, печаль. Вот видите, и первая карта показывала печаль, и вторая, и вторая, восьмерочка, чаш, да. И вот уже эта карта тоже показывает какую-то грусть, все-таки какая-то есть неудовлетворенность. И в работе тоже проходила. Ну, вот настроение такое себе, вот такое себе настроение. Ни хорошее, ни плохое настроение никакое, да, по этим картам. Если говорить о, ну, партнерстве, сотрудничестве, вот есть многие люди, с которыми вам просто не хочется общаться. Потому что в прошлом, ну, от этих людей вы видели предательство, возможно. Вы знаете, что люди за вашей спиной могут плести какие-то интриги, могут быть какие-то сплетни, что-то еще. Вот пока на время конкурентная борьба притихла. Но повторюсь, что вот вы все время находитесь в такой боевой готовности и состоянии грусти от того, какие люди, от того, с кем вам приходится общаться. Вот такая вот карта. Давайте посмотрим карту на конец недели. Что вас ждет? И для вас выпала чудесная карта, девяточка, чаш. Эта карта говорит о каких-то праздниках, возможно, у кого-то в семьях какие-то юбилеи, дни рождения, возможно, вас куда-то приглашают на какие-то свадьбы, крупные мероприятия такие, да, увеселительные. Но, возможно, вы просто для себя организовываете на выходные отдых. И это отдых будет дружной компанией, когда будет и выпивка, и закуска, и все будут счастливы, и все будут довольны, и всем будет хорошо по этой карте. Конечно, девяточка также собой предполагает, ну, какое-то довольство, радость вообще, какие-то мечты ваши сбываются. По крайней мере, мечта отдохнуть точно, у вас выходные пройдут, ну, я бы сказала, хорошо, только не перепейте. Вот по этой карте только не перепейте, чтобы потом не было плохо. Давайте посмотрим совет для вас на эту неделю. Для вас выпала карта мира. Эта карта говорит о том, что несмотря на то, что вы грустите, находитесь в таком состоянии неопределенности, эта карта говорит о том, что все-таки многих шансов и возможностей вы просто не видите или не хотите видеть, потому что сейчас у вас благодатное время для того, чтобы использовать свой потенциал по полной. И эта карта об этом говорит. Также она еще может говорить о том, ну, что многим из вас действительно, если вы запланировали какие-то поездки за границу по работе, либо на отдых, конечно, в добрый час. Карта говорит отдохните. То есть эта карта также предполагает собой отдых. Но и здесь по этой карте идут очень большие коммуникации на большие расстояния. То есть здесь могут быть и заграничные партнеры, и общения по интернету, и вообще большие коммуникации. То есть вам нужно хвататься за любое общение, которое могло бы в будущем принести вам успех и хорошие заработки. Конечно же, отдохните по этой карте. Пользуйтесь теми возможностями, которые у вас есть. Вы пока просто чем-то не пользуетесь, либо не видите тех шансов, которые у вас имеются. Ну, видите, у вас выпал всего лишь один старший аркан, но какой замечательный, какой прекрасный. Эта карта говорит о том, что поддержка высших сил все-таки сейчас у вас есть, но все равно вы не удовлетворены. Не бойтесь жизни, не бойтесь жить, не бойтесь пробовать, не бойтесь начинать. По этой карте у вас все должно получиться. Если говорить о деньгах на этой неделе, конечно, видите, у вас выпала карта всего лишь одна. Пентакли, семерочка такая, такая себе серединка наполовинку. Не очень, но денежки есть. Есть карты жезлов в вашем раскладе. Две карты жезлов какая-то. Вы, конечно, действуете, вы двигаетесь, вы что-то решаете. Ну, вот по вот этим картам, по вот этим двум картам чаш, какое-то отчаяние и все равно неудовлетворенность. Но в конце недели все-таки эмоции немножечко ваши возобновятся. И в парах здесь у вас тоже все хорошо. Ну, плохо в работе, значит, повезет в любви. Давайте посмотрим карту, которая осталась на дне колоды, которая ответит на ваш вопрос, да или нет. Итак, карта умеренности, старший аркан. Эта карта, конечно, говорит да, да. Но, возможно, вам либо немножечко нужно подождать, либо для того, чтобы добиться вот этого результата, да, вам нужно будет приспосабливаться под какие-то обстоятельства, под каких-то людей, в какой-то момент вам будет тяжело и сложно. Вы себе, может быть, в чем-то будете отказывать ради того, чтобы, ну, дойти вот к желаемому результату, да. То есть себя в чем-то будете ограничивать из-за вот этого вашего вопроса. То есть подумайте об этом. Конечно, эта карта также, и если брать ее как совет, говорит о том, что если вы хотите получить желаемое «да», то, возможно, вам на время нужно как бы не тратить какие-то денежки, проявлять лояльность в отношении других людей. То есть даже если вам где-то неприятно с кем-то общаться, эта карта все-таки предполагает это общение. Вам нужно пока общаться даже с теми людьми, которые вам неприятны. Ну, в этом периоде времени это нужно. Или на тот срок, на который вы загадали это желание, да. Вот, но в любом случае здесь вот нужно проявить выдержку и терпение по этой карте. Если говорить об учениках, если вы спрашивали о поступлении, 100% поступите. И вообще-то все, что касается учебы, эта карта однозначно говорит «да». Ну, вот такой вот для вас выпал расклад на эту неделю. Давайте возьмем, наверное, несколько дополнительных карт на сферу вашей работы. Посмотрим на скрытые факторы, которые вам нужно знать. Давайте посмотрим. Буквально одну карту. Ну, посмотрите, то, о чем я вам и говорила. Вот высшие силы вам покровительствуют. Это карта высших сил. Высшие силы однозначно вот с вами, вы ни в какую тяжелую ситуацию не попадете на этой неделе точно. Потому что вы под надежной защитой. Здесь все довольно-таки неплохо. И в работе вашей, вот вы где-то огорчаетесь, но пользуйтесь теми шансами, которые у вас есть. Вы чем-то не пользуетесь. Давайте посмотрим, может быть, еще для вас взять немножечко дополнительных для наших стрельцов. Ну, по крайней мере, ситуация лучше, чем была раньше. Немного, ненамного лучше, но все же. Ну, смотрите, друзья, прекрасные какие-то шансы и возможности у вас, так сказать, рубануть капусты. Да, вот если сказать по-народному. Ну, заработать денег, у вас появятся прекрасные шансы. Вот выпадает карта урожая. Возможно, у кого-то действительно семейный бизнес, вот потому что все-таки карта семья выпала с одной стороны, аисты и с другой. Может быть, действительно у кого-то семейный бизнес, который принесет очень хорошие плоды. И, ну, на это вы можете рассчитывать. И поддержка вашей семьи, вот в вашем вопросе, то, что касается работы. Может быть, вам чем-то, ну, будет помогать ваша семья, вот все-таки, для того, чтобы вы достигли какого-то желаемого результата. В вашей работе наступают благотворные перемены по этой карте, которые принесут вам очень и очень хорошую прибыль. И благодаря этой прибыли будет довольна и ваша семья. То есть, вы еще и своей семье сможете помочь. Однозначно, друзья, поэтому вам здесь пока переживать не очень. Пользуйтесь теми возможностями, которые вам дает судьба. Я не прощаюсь с вами, уважаемые стрельцы. Я желаю вам всем хорошего летнего настроения. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не успел подписаться. А сегодня всем до свидания.